друзья приветствуем вас на нашем канале алекс family news с вами лена и слава привет привет сегодня у нас пятница и сегодня мы делаем распаковку полета друзья необычного полета кто смотрел прошлое видео те знают что мы на аукционе выиграли три лота один пришел у нас и мы как раз сняли видео как это было последний наш лот мы еще ждем он в процессе доставки и самый первый лот который нам привезли это был необычный полет мы говорили что в эту пятницу мы будем его открывать почему он необычный друзья ну не будем долго держать интригу потому что сейчас начинаем распаковку вы сами все увидите потому что этот полет состоит из одной коробки представляете бывает и такое то есть полеты как правило да это не только огромная куча коробок это может быть одна коробка но наполненная несколькими маленькими коробочками мы рискнули купили вот вот такой лот скажем так необычный полет но он шел у нас в категории техники дорогой техники и в этой коробке ожидается увидеть какую-то дорогую технику так как мы блогеры нам техника всегда нужно мы подумали что там может быть что-то полезное для нас что мы можем оставить себе и получается на чем-то сэкономить а то что не нужно сможем продать но давайте посмотрим что нас ждет в этом гигантском полете друзья это ну реально необычно мне кажется еще никто не покупал такого масштаба полета как мы слав мы первые у нас по-моему точно впервые такой огромный полет да 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 давайте друзья открывать аккуратно аккуратно да и смотреть так сколько там коробок так я уже вижу разную технику коробочки бинокль вижу бинокль я вижу тут еще какая-то короче давайте мы не будем сейчас смотреть что здесь давайте доставать поэтапно и вместе с вами смотреть каких нам тут коробочек дорогих недорогих наложили вещей сколько стоит этот поле друзья сразу могу сказать цену значит этот конкретный полет так как здесь дорогая техника предусматривается ожидается он у нас вышел со всеми доставками со всеми вот этими налогами которые берет на берутся на аукционе в 570 долларов представляете то есть это мало того что маленький полет скажем тогда еще и дорогостоящий 570 долларов так давайте смотреть друзья что нам здесь положили в такой дорогостоящий полет но в такой маленький так 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 что предлагаю давайте беру вот эту коробку самое непонятное что он слав но это то что мы в принципе ожидали что должна быть какая-то техника видеокамера друзья снимает 4k panasonic открываем смотрим интересно в каком состоянии потому что это все возвраты то есть техника может быть дорогая но главное что она работала мне больше интересно какого года выпуска этой камеры не написано здесь надо будет в интернете посмотреть сейчас да здесь нету даты но выглядит она тогда интересно я поэтому говорю да вот она сама камера я так полагаю сюда вставляется рука экран экран здесь отодвигается ну что могу сказать насчет вот сразу в руке знаешь как для длительного скажем так для длительной съемки это неудобно то есть рука все время в напряжении проще конечно когда из палочка да ты за палочку эту держишь скорее всего там есть возможность прикрепить штатив или трипод да есть есть возможность но она наверно крупновато для припода трипода будет есть же камеры более мелкие да и ты как бы ими работаешь а это ладно давайте достаем дальше смотрим что у нас здесь в ней находится слушай я думаю это дорогостоящая камера в 4k бренд все-таки panasonic это не какой-то неизвестный дешевый бренд короче куча проводов и еще что ничего я думала линза какая-то это просто скручивается наверно что что-то еще вкрутить можно было да ну скорее все фильтры вкручиваются туда все больше ничего в коробке нет ну что слав надо же проверять теперь где здесь у нас крок кнопка в вот она вижу надо начали батарейку ставить а так я конечно еще тот мастер фломастер мне что не идет ну что может я попробую я думаю ты обязан попробовать иначе из дорогостоящей какой-то камеры получится что-то кирпичная кирпичная давай короче слова сейчас ее подключит посмотрит заряжена нет мы ее проверим я пока почему интернете мне очень интересно знать сколько она стоит так слава прикрутил у нас был какой-то штатив такой небольшой трипод такой пластиковый простенький но вот можно и стационарно поставить да наверное можно фиксировать чтобы она повыше стоял до слова нет нет он так самым простой на это самый простой но у нас есть другой который можно фиксировать просто для наглядности да покажем что вот так можно держать она конечно большая да для штатива прям такая болванка хотя она не тяжелая легкая так ну что ты по-моему ее включил ну давай мы с тобой посмотрим значит ну что работает слов работает снимает наш карту это же что мне вот я вот интересно знаешь смотрю чтоб понять раздвигает ли она размазывает ли углы мне кажется ровненько сюда или нет все зависит от зума какой зум ты делаешь а какой здесь зум у нас стоит так подожди мне кажется вот туда он делается это у нас стоял вот этот самый маленький который широкоугольный да он всегда растягивает углы а если брать обычный ну вот обычно ничего не растягивает да вроде как ровно вот это плюс потому что у нас была камера помните мы покупали себе на 100 тысяч подписчиков да в честь этого мы купили новую камеру и она нас подвела ну там были другие причины но тоже основная причина была что когда снимаешь в обычном режиме края как бы растягиваются получается некрасиво особенно когда селфи себя и снимаю у меня вот такой лоб раз туда улетел вверх или подбородок ну что-то короче растягивается это вот в этом плане плюс что она ничего не растягивает слушай ну попробуем давай сейчас может быть выйдем на улицу поснимаем что-то при дневном свете будет ли разница то есть она снимает 4k слава сказал здесь какой оптический зум у нее 24 кратный 24 кратный а я айфоне который мы снимаем пятикратный пятикратный именно оптический зум да здесь он больше это хорошо это намного лучше но в айфоне есть стабилизация то можешь идти и изображение более-менее будет качественным а здесь не известно я не знаю надо пробовать короче будем экспериментировать да сейчас я покажу друзья сколько стоит эта камера сначала какого года на выпуска ты посмотрел 2018 да то есть этой камере уже шесть лет получается год выпуска и сейчас она на амазоне идет на селе на распродаже но даже при как бы такой скидки все равно это не низкая цена смотрите так вот она наша модель panasonic стоит 698 долларов оригинальная цена у нее было 798 долларов то есть 100 долларов сейчас скидка за счет того что модель уже не новая они выпустили уже более современное что-то поэтому эту продают дешевле но тоже согласитесь почти 700 долларов камера первая наша находочка 698 долларов оцениваем слов но неплохое начало согласись маленькая коробка в ней уже вещь которая полностью покрыла наши траты сумму палета если еще нам эта камера понравится будет вообще замечательно пошли мы на протестируем сейчас посмотрим разницу и уже потом будем думать что делать с ней оставлять себе или продавать но лично я довольна слушай сразу окупила нам полностью палет еще сверху 100 с лишним долларов так друзья вышли на улицу значит слова сейчас снимает на iphone а я буду снимать вернее слова снимает на камеру я буду снимать на iphone сделаем сейчас одинаковые режимы и вот примерно один и тот же сюжет с ними мы посмотрим какая камера снимает лучше так значит вот это пятикратный зум оптический именно вот так он выглядит на iphone и у слова выглядит пятикратный теперь мы сделаем увеличение максимальное на айфоне и максимальное на камере давай слов так вот на айфоне немножко дергается потому что очень сильно увеличение поэтому нестабильный такой кадр но сравнить можно у меня получается 32 кратный 32 ты красную машину снимаешь ну в общем вот так так и теперь мы пробуем один кадр будем вместе одновременно поворачивать и смотреть как и смотрится в обычном режиме просто обычная съемка давай поехали вправо посмотрим на разницу самим интересно так ну все друзья мы пока не знаем результат вы тоже на когда мы смонтируем увидите этот фрагмент а мы на данный момент когда снимаем еще не видим этой разницы но вместе с вами когда будем монтировать узнаем еще конечно же будем тестировать эту камеру смотреть как она снимает в разных режимах в разных ситуациях вечерняя съемка какая у нее поту посмотрим если нам понравится то может быть даже и оставим да почему нет слушай ну сейчас посмотрим что там вдруг там еще что-нибудь интересное есть давайте идти дальше так ну что друзья давайте дальше берем еще какая-то техника но это не камера слов это похоже на фотоаппарат типа полароида что ли интересно пользуется еще кто-то такими сейчас я достану все что здесь есть а потом уже будем рассматривать что-то мне кажется у нас будет ретро распаковка ретро распаковка посмотрим посмотрим так ну да слышу фотоаппарат выглядит реально как ретро но дисплеем но пленочка новенький да с дисплеем вот отсюда видимо выходит для фотография такая маленькая новенький с 1950 годов никто ни разу не пользовался да все возможно так где он тут включается и выключается слышок а вот что надо щелкнуть и даже не знаю чуть-чуть на душ конечно я думаю если на все кнопки нажимать что-нибудь а подожди вот написано он of все я пытаюсь открыть это нужно было вот эту штуку просто поверачивать закрыть так ну что слав фотографировать тебя вот объектив загорелся это такой конечно не знаю даже для кого вариант но быстрая то есть быстрая фотка да можно если например не знаю вот познакомился с кем-то и потом чтобы не пересылать фотографировался сразу фотку подарил вот пожалуйста ладно давайте найдем сколько стоит только фотоаппарат нам точно не нужен здесь фирма в принципе известная вот это fuji feel mini написано все равно я думаю это не дешево стоит несмотря на то что это уже такая модель для любителей скажем так мы посмотрели в нашей версии нет упаковки с вот этими слайдами самими чтобы вот вставлять их туда это отдельно нужно покупать но они знаете как цена в общем 20 штук вот таких стоит 14 долларов на амазоне мы посмотрели есть модели где идет уже с упаковочкой вот этих слайдов но у нас идет чисто вот фотоаппарат нашла я волмарте нашу модель смотрите на стоимость вот стоит 225 долларов такой фотоаппарат вот так фоточка здесь выходят ретро снимочки можно такие делать интересные так что в 225 долларов оцениваем жалко что без слайдов я бы прямо сейчас хотя хотела бы попробовать но не можем нужно докупать посмотрим скорее всего будем продавать потому что нам точно не нужно ну не знаю не было у нас таких ситуаций когда нужно было срочно фотография вот прям здесь и сейчас чисто так для прикола можно конечно но для прикола нам не надо поэтому будем продавать но согласитесь несмотря на то что нам не нужна вещь не дешевая коробочка маленькая вполне можно выставить на ebay если что на ebay вот маленькие коробки и дорогостоящие выгодно продавать здесь по местности я просто не уверена что у нас кто-то купит а на ebay все-таки люди из всей америки покупают из других стран тоже поэтому я уверена найдутся любители мне кажется такая камера будет хорошей покупкой для тех кто захочет поностальгировать о прошлом до или для тех кому сложно с техникой обращаться им нужно вот прямо сейчас фотографию сфотографировать и получить есть же например очень взрослые пожилые люди им сложно вот эти все цифровые штуки познавать а здесь все просто нажал фотография вышла почему нет как говорится нажми на кнопку получить результат и твоя мечта осуществится может кто-то мечтает о таком фотоаппарате но кстати этот фотоаппарат можно использовать и просто как фотоаппарат там есть флешка можно потом скидывать фотографии на компьютер или куда-то просто сейчас конечно век технологии когда у всех телефоны снимают круто фотографии делают хорошие видео делают это все немножко ушло на задний план но есть такая категория людей которые все равно любят отдельно вот отдельно фотоаппарат отдельно камера а телефон это телефон давайте дальше предлагаю взять большую коробку самую большую из этой большой коробки изображено здесь какой-то бинокль большой бину большой какой-то бинокль слушай больше ничего нет тяжелая просто инструкция инструкция как пользоваться биноклем слушай ну упакован так хорошо большой чехол это просто гигантский какой-то бинокль слав нам попадались чтобы бинокли разные да тряпочка веревочка наверное вешать они кстати пользуются спросом а думаешь такое тяжелое здесь да бинокли любят люди штатив ну куда-то прикрепить да можно ладно достаем сам агрегат вот это бинокль слушай ну такой прям и вес у него приличный ну что слов надо открыть как обычно ты как в прошлый раз я тебя не вижу да линзы такие большие слав ты где где слава мы тебе нужен побольше бинокль ты меня не видишь я тебя не вижу слушай ну в руках сидит круто чувствуется что эта вещь такая знаешь не дешевая или просто тяжелая не 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 прям чувствуется качество знаешь ну ладно давай найдем сейчас в интернете посмотрим цену мы скорее всего тоже его выставим на продажу вот камеру мы проверим а вот это мы выставим на продажу то что бинокли нам попадались мы их продали нам они не нужны мы не пользуемся ими тебе нужен бинокль потому что этот хочешь оставить мне достаточно время полнолунием раз посмотреть на луну это через айфон можно увеличить очень сильно лучше конечно него 25 25 кратный оптический зума этого поэтому он увеличит без потери качества очень хорошо слав у нас есть камера 24 оптический зум уже хорошо да вот поэтому зачем нам еще бинокль в 25 ладно смотрите мы подсоединили там же было вот это крепление она сюда прикрепляется к штативу то есть понятно бинокль большой куда-то смотреть стационарно лучше использовать штатив мы используем свой кстати по моему а я думала фирма одинаковые просто здесь оранжевым написано и на штативе оранжевым вот и можно вот так наблюдать зачем-то за кем-то уже лучше зачем-то возможности да значит я нашла этот бинокль волмарте тоже смотрите на его цену значит наша модель стоит 129 95 130 долларов ну и вот можно посмотреть фотографии на просто со всех сторон вот как раз тоже показано что он крепится к штативу слушайте классный бинокль прям вы знаете приятно его в руках держать сумочка ну и вот все что в комплекте это все у нас тоже есть так что 130 долларов оцениваем нашу находку класс мне нравится я пока что не разочарована находками сколько мы три коробки открыли ну и как бы не дешевые коробочки на самом деле не обманули так берем дальше есть маленькая коробка слава еще одна камера представь dj dj вот как раз этот бренд у нас был мы покупали тестировали на 100 тысяч подписчиков только он эта модель ниже до этого другого просто типа модель action 3 немножко другая так она здесь запечатана это хорошая камера до экшн камера для активного вида спорта например она водонепроницаемая это вот такая маленькая вот такой конечно удобно снимать чем той болванкой большой вот такой маленький экранчик получается у него да ну экран конечно мизерный надо иметь хорошее зрение чтобы снимать на нее видео но она классно правда так что-то здесь много разных такой все миниатюрненькая камера маленькая и все миниатюрные водонепроницаемая тут под водой с ней да можно тоже по моему да если я не ошибаюсь туда сейчас посмотрим на характеристики так ну что находочка очень даже симпатичная как это лучше достать так наверное чтобы не рвать упаковку вдруг не понравится нам придется продать я думаю понравится понравится можно открывать до открывай специально есть такая штука ну да просто не хотела ее повреждать слушай вот это мне нравится камера маленькая или вот это экран там два экрана а два экрана а сама камера там же в экране что ли получается что ты имеешь ввиду ну я имею ввиду что линза которая снимает и экран на котором ты смотришь что снимаешь но можно и там и там наверно поэтому я говорю линза где в самом экране что ли линза не может быть самом экране а где она а она закрыта вот лена семён семёныш называется мне надо все открыть показать да слушай ну тогда получается а это на сэлфи да ты себя будешь на маленьком экране на сэлфи смотреть а это основной режим когда снимаешь что-то внешнее так слав давай тебе как всегда самая главная задача все подключить все проверить посмотрим на качество как она снимает ее характеристики классная находочка я ищу цену слушай я прям рада две камеры то есть у нас уже есть выбор мы сможем ну да определиться какая она больше подходит я уже определился не знаю как ну знаешь мне в это интересно узнать края растягивает она или нет думаю да думаешь да экшн-камера практически все растягивают короче с ней нужно идти в аквапарк до снимать как-то из горок на велосипеде кататься на велике кататься да или идти куда-то в парк аттракционов тоже она маленькая то есть ее можно легко держать не как-то и ветром просто снесет с любого штатива а это вот суперская ладно все у меня уже эмоции я люблю тоже вот эту технику особенно когда это связано с нашей работы да с блогерством нам это все нужно вы знаете что мы покупали камеру пришлось дать ну разочаровала на нас мы пока в поиске новой знаем то что нам нужно она дорогостоящая камера которая нам нравится поэтому пока что мы так немножко не торопимся но слушайте в полете нам уже два две камеры попалась может быть это на какое-то время нас выручит так значит друзья слава все подключил все сделал включаем ее вот можно снимать сэлфи пожалуйста ничего не растягивает можно снимать а сейчас стоит режим чуть растягивает да нет нет мне кажется чуть-чуть растягиваться самый не растягивающийся режим да но он растягивает видишь картину смотри на картину ну совсем немножко да можно сделать двухкратный зум и тогда точно ничего не будет растягиваться значит друзья нам эта камера очень понравилась со славой честно мы ее себе оставим слава уже решил что он ее себе оставит он кстати говорил что когда мы ту камеру сдали он рассматривал разные другие и вот такую модель он тоже рассматривал это не последняя модель у них есть еще четвертая версия это третья поэтому есть круче но это снимает и хорошо у нее сколько там 120 кадров в секунду до когда снимаешь 4к это круто очень так плавненько получается в айфоне 60 кадров в секунду максимум это снимает он очень хорошо а здесь 120 ну потому что она создана до для движения поэтому там естественно должно быть такое разрешение которое будет снимать максимально плавно мы обязательно ее протестируем может быть будем использовать как раз где-то в наших поездках до путешествия где много ходить нужно во влогах во влогах она легче с ней проще обращаться она водонепроницаемая можно и под водой тоже снимать короче классная камера маленькая аккуратная то что нужно супер я нашла эту камеру в магазине best buy это тоже такой известный магазин здесь в америке мы там часто покупаем да какую-то какие-то вещи вот что связано с техникой какой-то значит смотрите на цену наша модель стоит сейчас 249 99 250 долларов но это grey а у нас black ну как бы цвет я не думаю что имеет большое значение 250 обычно еще такси включается мы еще просто такси не считаем так эта камера выйдет намного дороже вот так пожалуйста можно в движении все снимать и да у нее широкоформатный вот этот обзор угол но за счет того чтобы было вот хорошо видно все вокруг все что в комплекте вот тоже самое у нас комплекте и на морозе можно снимать не страшно и прикрепить к велосипеду селфи снимать вот показано да какой угол можно сделать в кадре можно прикрепить к штативу конечно же тоже снимать вот так на штативе красота под водой пожалуйста к себе можно прикрепить будет такая живая съемка очень крутая камера не супер она дорогая конечно тумы покупали за 700 с чем-то да но она другого уровня до совершенно другие другие показатели нее то есть это action камера она действительно как как gopro да типа gopro только от dji 250 долларов оцениваем но эту точно мы оставляем себе слава сказал прям она сейчас пока с ней разбирался вот это там все делал он говорит классная камера я прям очень довольна что она нам попалась да у меня кстати идея возникла где мы можем ее использовать еще на машине например да мы когда едем куда-то делать более качественные кадры потому что к ней можно докупать присоску и получается вид будет тоже очень хороший то есть она на машину будет крепиться а с телефона ты управляешь и все что тебе нужно снимать да вот когда мы снимаем дорогу до куда-то едем я снимаю из кабины через стекло и через стекло все равно качество теряется не такое сочное изображение получается а это можно прикрепить внешне к машине но это страшно слова вдруг ветром снесет или там присоска такая что не сделано чтобы ветром не сносило ну значит теперь у нас будут съемки в машине еще круче осталось присоску найти или купить и куда-нибудь поехать и куда-нибудь поехать так ну давайте дальше смотреть коробку сюрпризов слав какой-то микрофон микрофон тоже вещь хорошая мы используем видите вот такие микрофоны у нас вот такая петличка и есть который может увидели во влогах ну вы прям прям вот знаете вот такого размера как здесь только мохнатка еще сюда прикрепляется ветрозащита ветрозащита да мы я обычно ее тоже цепляю сюда если где-то на улице чтобы с проводами не ходить дома конечно используем с проводами но вот еще вот такой микрофон он уже цепляется я так поняла непосредственно к чему-то да или камере или к телефону у слов там мохнатка мохнатка мохнатища мне аж до речи пропал ты сейчас увидишь смотри какая здесь обалдеть просто вот это мохнатка так она надета на микрофон я так полагаю уже вот он сам микрофон вот это ветрозащита слав можно в самолете вот так выставлять и не будет слышно короче микрофон всем микрофоном видно что это возврат видите как все сложено но главное чтобы этот возврат работал в принципе это не настолько страшно здесь все возврат просто что-то может я просто открыл и завернул назад значит не обязательно он пользовался чехольчик так вот это крепится а вот сюда да сейчас покажу да сюда ставится сам вот этот микрофон вставляется и направлен до получается звук то есть если селфи снимаешь на себя надо ну окей ладно сейчас слава попробует прикрепить как-то показать вам а я найду цену вот прикрепили к этой камере к нашей panasonic сверху здесь есть крепление как раз она специально да для как бы микрофона и рассчитана и вот так это выглядит слушай но с такой камеры уже без палева никуда не зайдешь уже будешь ходить реально как корреспондент с телефоном когда ходишь снимаешь а тут еще вот этот мохнатый микрофон если вот такая здоровенная камера наверное все таки большие камеры для нас не вариант да слава поменьше будет удобнее потому что это блогеры если бы мы снимали что-то такое какую-то передачу я не знаю там стационарное такие видео делали то да может быть окей а так как мы больше в движении где-то среди людей то вот такие большие агрегаты наверное нам не очень подходят просто больше будет привлекать к себе внимание да 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 больше будет привлекать окей смотрите на амазоне я нашла такой микрофон вот он как раз не очень дорогой получается у нас вот эти микрофоны которые на нас они стоили сколько слов комплект ну тоже не очень дорогие ну в смысле не ну для своего класса не очень дорогие сколько в районе там 200 250 долларов но это не дешево для микрофон по сравнению с этим у нас дорогие микрофоны но у нас два еще есть у них как он называется который в телефон вставляется ресивер ресивер а это тут просто сам по себе смотрите значит микрофон с таким же комплектом все то же самое 30 долларов слава он всего лишь стоит поэтому поверь наши микрофоны по сравнению с этим вполне считаются дорогими вот на такие камеры тоже он ставится пишут canon nikon panasonic тоже а на телефон вот тоже ставят этот здоровенный микрофон и дома можно если ты проводишь какие-то конференции конференции в зуме тоже можно использовать его почему нет 30 долларов наверное самая недорогая пока что до находка у нас в этом полете но опять же связано все с техникой связано все с какими-то съемками блогерством и так далее посмотрим попробуем вдруг нам понравится его качество берем следующую коробочку она в пакете здесь какая-то камера от google слов мест возвратная возвратная свернули как смогли сушь прикольный такой камера интересная но на машине внешне на видно тут есть некоторые пятнышки ее использовали пытались вот заклеить чтоб типа как было что здесь у нас разные крепления здесь все на месте смотри вот эти вот шурупчики самореза так здесь что то есть интересно внутри мне кажется нет потому что он не достается это наверное вот так стояла да я думаю ну что слав ты как всегда проверяешь тяжелая такая знаешь прямо на очень тяжелая наверно домашняя секьюр камера да это что все я тогда ищу цену ты с ней разбирайся проверяя рабочие на или нет все подключил славу эту камеру нужно было поставить приложение нужно было сбросить все настройки которые потому что ты ну как бы возврат кто-то уже ею пользовался нужно было это все сбросить вот видно снимает камера поставили мы ее направили на столик хорошенькая камера слов я себе оставила ты чё думаешь значит оставим мне кажется да смотри куда-нибудь прилепим да да в новом доме обязательно нам пригодится потому что у нас попадалась камера мы тоже оставили она уличная а вот для дома у нас по моему ничего такого хорошего не попадалось да поэтому вполне себе можно оставить эту камеру смотрите значит на амазоне она стоит сейчас наша модель 98 50 98 долларов именно вот этот цвет бежевый красивый так написано через приложение можно смотреть круглые сутки что происходит дома животные воруют печеньки или нет со стола прыгают на кровать или нет то есть пожалуйста для разных ну тут и характеристики сравнения с другими и вот установка типа заменяет занимает минуту минуты да и она симпатичная мне нравится как она выглядит такая прям необычная красивая камера так что друзья оцениваем 98 долларов оставляем себе смотри две вещи мы точно оставляем себе уже эта камера за 250 и вот эта камера домашняя до за 98 то есть уже почти 350 долларов это те вещи которые нам пригодились полет стоил 570 ну вот чуть 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 не хватило до полной стоимости полета ну вот как раз можно все остальное вернуть если что продадим так ну что это была последняя коробка друзья все пусто больше в этом полете ничего нет так называемом полете смотрите здесь получилось у нас было шесть товаров всего лишь в этой коробке но товары дорогостоящие неплохие сейчас подведем итог на какую сумму они вышли какая у нас выгода получилась я думаю будет неплохо так друзья вот они наши находки магазин электроники друзья обращаемся что вам больше хочется фотоаппарат винокль камеры микрофон и какие у вас фавориты сегодня мои фавориты ну естественно ду мы уже все поняли на первом месте конечно же экшн камера вот это потому что мы и оставляем себе мне на очень понравилось на втором месте вот эта камера и на третьем месте вот эта камера то есть сегодня по камерам да если нет по камеру если не камера реально рада тебе что больше понравилось словно я думаю джи и action 3 Классные находки. Небольшая такая коробочка, а сколько в ней классных, интересных находок у нас получилось. Я довольна, если честно. Смотрите, делаем подсчет. Друзья, мы посчитали. Все эти шесть вещей, которые здесь были в этом, в скавычках, скажем так, палете, вышли на сумму 1431 доллар. Неплохо. Неплохо, шести коробок, да. Вычитаем 570 долларов, которые мы потратили лично на этот палет. Остается у нас разница 861 доллар. Тоже неплохо. Слушай, две вещи мы оставляем себе на сумму 350 долларов. Остается там разница 220 долларов с того, что мы потратили. Я думаю, на эту сумму мы легко продадим то, что у нас остается для продажи. И вернем деньги, получается, оставшиеся за палет. Ну, по сути, нам нужна была камера Слава Искал. Когда мы увидели категорию этого палета, мы решили рискнуть. А вдруг там будет что-то полезное, практичное для нас? Да, недешево получается. 570 это все-таки недешево. Но оно того стоило. Я считаю, оно того стоило. Мы довольны. Напишите, как вам наша сегодняшняя необычная распаковка палета. Что вам понравилось? За что вы рады? За нас, может быть, что нам это попалось? Друзья, ну, на этом сегодняшнюю распаковку мы будем заканчивать. В следующую пятницу мы будем открывать уже тот палет, который мы вам показывали в нашем видео в среду. Это мебельный палет. Посмотрим, какие вещи нам там попались. Ну, и будем ждать уже следующую поставку нашего палета, где уже будет много разных. Это такая категория, где разные вещи для дома. То есть, это была техника блогерская. Следующая категория это мебель. А уже следующие палеты это вот товары для дома. Все, на этом будем заканчивать эту распаковку. Проверьте, пожалуйста, ваши подписки. Если вы еще не подписаны на наш канал, но смотрите, ставьте лайки, не забывайте. Напишите ваши комментарии об этой распаковке. Ну, а мы, как всегда, всем желаем всего самого хорошего и доброго. Берегите себя. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Пока-пока.